Здравствуйте, дорогие друзья! С вами наконец-то снова хозяйка Медвежевого угла и прямо-таки из Малиновки. Ну вот сегодня я хочу показать вам наш педрач, нашу педровую рощу. Именно такими лет через, ну я не знаю, лет через 70-80, наверное, станут вот эти орешки, которые я держу в руках, стратифицированные. Так вот, я хотела сказать несколько слов сейчас специально для тех, у кого теплее и снег уже растаял. Орехи мы с вами стратифицировали, как я показывала в своих фильмах про стратификацию орехов. Они у нас в снегу такие закопанные. Что же с ними делать дальше? Как только, дорогие друзья, снег растает, то есть появится земля, вам нужно взять ваши стратифицированные орешки прямо вместе со снегом, вот с этим вот, который есть, да, поставить на это же самое солнышко, чтобы они оттаяли. Ну, как бы, чтобы вода вот эта вот снеговая появилась. И положить их на землю, немножко взлетлив, покрыть землей примерно один сантиметр толщиной, не больше. Вот это вот, прямо грязь вот этой весенней мёртвой. Вот. Если у вас много птиц рядом, и они хотели бы добраться до этих кедровых орешков, я советую сверху ещё накрыть каким-то тонким круглым материалом. Ну, скажем, спан, спан, будет быть номер 17 белым, только белым круглым материалом, чтобы кедровые орешки могли зайти. После того, как они взойдут, уже ничего, ну, никакие животные, птицы опасны для них не будут. Потому что всё вот это вот вкусное ядрышко кедрового орешка, вся эта энергия, в которой тыщик готов за ними охотиться, она уйдёт на появление маленького росточка кедра. Я, конечно, всё это вам покажу, но я просто специально сегодня снимаю вот это видео для того, чтобы те, у кого сейчас уже снег растаял в тех местах, знали, что делать. Позже я покажу, конечно, конкретно, когда у нас будет теплее, но я думаю, что я, наверное, буду сеять кедры ближе к первому мая, судя по погоде вот в этом году, судя по тому, какой снег ещё летит, и как далеко ещё до земли. Ну, а в Московской области, не знаю, в Ленинградской области, наверное, уже пора, пора уже заняться тем, что будет красиво. Вот, на этом я о кедрах сказала всё. Спасибо вам большое за внимание. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки. Ну, и обязательно подписывайтесь на канал. Да, не забывайте заходить в наш таёжный магазинчик. Вот сейчас на экране будут ссылочки. В нём вы найдёте много вкусного, приятного, полезного для здоровья. Вот, я думаю, что вы не будете ничего делать. Ну, на этом я прощаюсь. Всего доброго.